Без обострений, но до тишины далеко. На передовой боевики снова нарушили перемирие. Противник открыл огонь в районе Каменки. Кроме этого, враг активно минирует серую зону. А вот с нашей стороны работают военные инженеры. С помощью специальных зарядов они за несколько часов могут обустроить место для укрытия. С одним из таких отрядов на передовых позициях сегодня работал Руслан Смещук. Разрушенный снарядами поселок Зайцево. Рядом оккупированная Горловка. Стреляют тут постоянно. В таких случаях на помощь пехоте приходят военные инженеры, саперы. На военном грузовике подъезжаем как можно ближе к нулевым позициям. И вот окопные мины готовы. Дальше уже на своих двоих на позиции, по которым постоянно стреляют. На первой позиции пехотинцы просят саперов сделать им углубление под новый блиндаж. Лопаты и кирки, замороженную землю, просто не берут. А технику сюда не загнать. Тут даже просто ходить опасно. Снайпер в очи, в одну из позиций, смотрелся трубу разведника, спостерегали. Он попал прямо ему в окуляр. Они работают в житловых домах, где мирные жители. Саперы выставляют заряды и активируют взрыватели. От позиции к позиции теперь у пехотинцев новые укрепления. Конечно, еще придется обустроить блиндаши изнутри. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.